Тагинское сельское поселение самое удаленное от районного центра. До Глазуновки 25 километров. Но добраться туда сейчас можно разве что на лошадях. И дело даже не в отсутствии дороги. Один единственный был рейсовый автобус именно на наше поселение. Народу очень много живет. В основном пенсионеры. И в больницу также доехать, потому что даже у нас медпункта нет в данный момент. Только раз в неделю работает. А люди пожилые, добираться, конечно, очень тяжело и накладно. Такси очень дорого. Ужасная проблема. Вот, надоело уже машину нанимать, платить 500 рублей. Пенсия 10 тысяч, и съездить полечить лекарство, купить, и за машину заплатить. Робус не ходит, и больные люди никак не могут добраться в такси. А представьте, вот с пенсии в 10 тысяч, что такое такси. Сейчас многие пенсионеры получают выплаты на пластиковую карту. И снять наличные – целое приключение. Только вот платить за него приходится дорого. Вот мне пенсию надо получить. Я еду туда, в Глазуновку. Я на карточку получаю пенсию. Мне надо съездить туда и обратно. Вот полпенсии у меня улетело. Я получаю 11 тысяч. В состав тагитского сельского поселения входит 8 населенных пунктов. Проживает здесь более тысячи человек. Еще в мае жители встретились с главой Глазуновской администрации Сергеем Шамрином. Тогда власти ответили крылатой фразой «денег нет». Но и сейчас ситуация не сильно изменилась. Проблему мы знаем, что мы даже обслуживали муниципально. Ищем возможности с помощью депутатов областного совета. Помимо пенсионеров страдают еще и орловские студенты. Если каждую неделю добираться на такси до дома, в месяц выходит около 4 тысяч рублей. Не каждый бюджет выдержит. В сельской администрации проблему пытались решить. Транспортное сообщение прервано с марта месяца, так как автобус нерентабелен. Мало людей ездит на нем. По информации муж КП из Глазуновского района. Так как обслуживает транспортное сообщение муж КП из Глазуновского района. Но в рабочем порядке все проблемы поселения всегда обсуждаются на уровне района. На заседаниях при главе района. И вопрос снабжения автобусного сообщения был давно уже стоял. После освещения проблемы в Орловских СМИ, Следственный комитет по Орловской области начал проверку. Администрация Глазуновского района Орловской области были объявлены несколько открытых конкурсов в форме электронного аукциона на право осуществления регулярных пассажирских перевозок по данному маршруту, которые в связи с отсутствием заявок были признаны несостоявшимися. По результатам проверки будет принято окончательное процессуальное решение. И пока местные власти кормят людей обещаниями, деньги из кошельков жителей прямиком плывут в руки таксистов. Они в этой ситуации страдают меньше всего. Юлия Сабельникова, Алексей Нескин, Андрей Борискин, Телеканал Первый областной.